Здравствуйте! Это выпуск новостей в студии Марины Симонова. Сегодня правительство республики должно изменить систему социальных проездных билетов для ветеранов. Такое поручение во время встречи с министром дорожного хозяйства и транспорта дал глава республики. Напомню, с февраля льготникам предложили два вида проездных билетов. Один дорогой, но безлимитный, второй подешевле, но рассчитанный на 60 поездок. Вместе с проездным пенсионеры получили еще и 60 талонов. Система уже вызвала возмущение пожилых людей. В свой адрес глава получил немало обращений. Александр Соловьев потребовал с марта в республике установить единый социальный проездной билет на неограниченное количество поездок. Необходимо с 1 марта единый социальный проездной билет без лимита по числу поездок. Я думаю, что решение такое у нас будет с вами, оно правильное. По подсчетам специалистов стоимость такого билета может составить 413 рублей. Ижевским школьникам сегодняшнего дня отменили уроки. В столице республики на всю неделю объявлен карантин и продлится он до 14 февраля. Сделано это по требованию Роспотребнадзора. По данным санитарных врачей, педпорог в Удмуртии по ОРВИ на минувшей неделе уже оказался превышен на 16%. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания, был объявлен карантин. Эта мера коснется и учреждений дополнительного образования в администрации города. Пояснили, дети будут обучаться дистанционно, а задания школы разместят на своих официальных сайтах. В Волнарском районе спасатели смогли отыскать заблудившегося в лесу мужчину. Искали с помощью летательного аппарата. Их, кстати, на вооружении республиканского МЧС стало больше. Парк летательной техники пополнился новинками. Посмотреть, как они работают, приехали даже коллеги из Приволжья. Анастасия Редько подробнее. Ему не нужна площадка для разгона. Китаец под боевым названием «Фантом» стартует с места. Чтобы подготовить летательный аппарат к работе, требуется всего пара минут. А это зала. Наша удмуртская ноу-хау. Беспилотник самолетный, для взлета им нужна полоса. Зато разгоняется до 110 км в час, ведет даже ночью и может предупреждать людей об опасности. Аппарат оснащен системой оповещения. Допустим, произошел какой-то техногенный пожар, произошел лесной пожар. Если населенный пункт подвержен переходу огня с леса, то данным аппаратом можем обеспечить оповещение населения, дать рекомендации по эвакуации. На вооружении республиканского МЧС четыре летательных аппарата. Создана спецгруппа. Техника помогает нашим спасателям искать заблудившихся грибников, места разливов рек и очаги лесных пожаров. Только в прошлом году крылатые подразделения участвовало в двух десятках поисково-спасательных операций. На этих кадрах крупный пожар. В мае прошлого года горел бывший военный арсенал в Пугачево. Было несколько очагов, взрывались снаряды. Без беспилотников ликвидация возгорания могла бы затянуться надолго. Как раз к этому месту было проблематично доставить людей и провести визуальную разведку. И с помощью беспилотного летательного аппарата с воздуха мы безопасно определили количество очагов пожара. А вот эти крепления для чего предназначены? Сегодня наши спасатели делятся своим опытом с коллегами из Приволжья. Киров, Пермский край, Татарстан и Башкирию ждет перевооружение. Как обращаться с беспилотниками, представители Приволжского центра будут учиться здесь. Удмуртская республика была выбрана не случайно для обучения первоначального наших специалистов. Потому что здесь находится завод, который производит беспилотные аппараты. И здесь впервые начали его применять беспилотные аппараты в МЧС. Учить коллег из других регионов будут два дня. Причем в программу обучения Внепланово пришлось вносить коррективы. В Волнашеском лесу заблудился мужчина. Искать его группа спасателей отправилась с беспилотниками. Почти 400 жителей Удмуртии стали инвалидами по зрению в прошлом году. Врачи и медико-санитарные экспертизы сегодня привели тревожную статистику. Основной диагноз – глукома. Причем инвалидность получили 200 мужчин трудоспособного возраста. Высокий уровень в Керском, Юпавинском, Алнашском и Геренских районах. Хочу обратить внимание к инфриканско-термологическому клинику, конечно, кафедру для дальнейшего анализа. Сейчас в правительстве создана специальная рабочая группа, которой поручено выявить причины такой ситуации. Всего в прошлом году более 7 тысяч человек в Удмуртии получили группу инвалидности. Почти половина – трудоспособное население. В структуре инвалидности на первом месте – онкология, на втором месте – болезни системы кровообращения, на третьем – костно-мышечные недуги. Больше двух сотен домов в этом году отремонтируют в Удмуртии по новой системе капитального ремонта. Уже на средства самих собственников. Работы начались, а кое-где уже и завершились. Репортаж Романа Вагинова. Жильцы этого дома в деревне Пирогово приезда строителей ждали не один год. Кровля здесь очень сильно обветшала. Крыша была потрескана, вся бежала уже. Мы сейчас вроде бы нормально сделали это, но закрыли просто стилом. Износ крыш был страшный. Я не знаю, как они не рухнули еще. Но еще год-два там стропилка уже была изношена напрочь, потому что из-за постоянных протечек, помимо неудобств собственников, шло разрушение стропильной системы, обрешетки. То есть просто шло гниение уже. Сегодня такие же ремонтные работы идут в поселке Игра, в селе Сигаево, в деревне Кварса и в городе Камбарка. Жильцам многоквартирных домов было предложено два варианта для сбора денег на ремонт. Перечислять деньги либо в общий котел, либо на свой отдельный счет. Второй вариант выбрали в основном жильцы новостроек. На сегодня в Удмуртской республике в программе 7,5 тысяч многоквартирных домов. Из них примерно 40% открыли свой специальный счет. То есть это один из лучших показателей вообще по России. Так что вот в этом плане Удмуртия у нас впереди. Программа капремонта стала хорошим подспорьем и для строителей. Но принять участие в ней, как оказалось, непросто. Чтобы избавить жителей от затянувшихся ремонтов и судебных разбирательств, региональный оператор внес в документацию дополнительные требования. У нас на Завьяловский район заключен контракт на сумму 4,5 миллиона. И в качестве обеспечения контракта мы внесли 225 тысяч рублей. Это на случай, если мы не будем выполнять какие-то свои гарантийные обязательства, еще что-то. Нас всегда можно будет привлечь не только через судебные инстанции, что очень длительный срок имеет, но и в оперативном порядке. До конца года в Удмуртии планируют обновить 202 дома. Роман Вагинов, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». В республике появится Центр защиты граждан. Открыть его собирается местное отделение партии «Справедливая Россия». Об этом рассказал депутат Государственной Думы Виктор Шудегов. А еще предложил своим коллегам, депутатам Госсовета и Градским Думам, досрочно сложить себя полномочиям. Почему, расскажем прямо сейчас. Эта встреча с журналистами длилась больше часа. Новостей у депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия» много. И самые свежие. Буквально на днях глава государства поддержал сразу несколько инициатив эсеров. Одна из них касается запрета коллекторских агентств. Мнение депутатов в такой щепетильной сфере, как возврат долгов, никаких посредников быть не должно. Еще одна, поддержанная президентом, инициатива касается справедливости наказания. Это возврат в уголовный кодекс статьи по конфискации имущества. Вы знаете, наши олигархи пролоббировали в свое время отмену этой статьи. И теперь, условно говоря, просидев, год-два выходят с чистой совестью, как говорится, на свободу, сохранив все свои огромнейшие капиталы. Конечно, это несправедливо. И сейчас, на кого бы это имущество не было переписано, безусловно, оно должно быть конфисковано. Проект закона конфискации имущества Госдума обсудит уже скоро, на весенней сессии. А «Справедливая Россия» готовит своим коллегам на рассмотрение еще одно предложение. Оно касается доступности кружков и секций для всех детей. Многие на сегодня оказались платными. Мы внесли законопроект, чтобы 120 часов в год наши ребятишки, ну это примерно получается 3 часа в неделю, могли получать бесплатно дополнительное образование. Депутат «Справедливой России» считает, перекроить нужно и календарь выборов. Проходят они каждый год. Это слишком часто. Рассуждая на эту тему, Виктор Шудегов даже сделал неожиданное предложение. Совместить в этом году в Удмуртии выборы Госдумы, Дум районов и поселений с выборами депутатов в Госсовет и Городские думы. А для этого предложил своим коллегам сложить досрочно полномочия. Я предлагаю им сейчас тоже сократить свои полномочия и осенью вместе с нами пойти на новые выборы. Во-первых, выборы будут проходить под наблюдением видеокарты. Кроме того, будет явка. А на днях в Ижевске «Справедливая Россия» открывает Центр защиты граждан. Такие уже есть в 43-х российских регионах. Теперь будет и в Удмуртии. На его открытие собирается приехать и руководитель партии Сергей Миронов. Оксана Худякова, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». За наградой в Москву 10-летняя школьница из Вавожского района стала ауриатом премии «Горячее сердце». Она спасла своего сверстника, не дала ему утонуть. Правда, сама героиня вспоминать об этом не очень любит. Почему, расскажут наши журналисты. Марина Ислава – двоюродный брат с сестрой. Очень любят играть вместе. В этом мы любим играть у этих деревьев. А зимой играем в хоккей. В прошлом году за этой оградой был соседский пруд. Излюбленное место ребятишек. В тот день, как обычно, дети вышли на лед. Но случилось несчастье. Я упал в прорубь, который сделал Люфрам. Потом Марина испугалась, но все равно пошла меня спасать. Как она спасала тебя? Я дал ей руку, и она взяла меня и потащила на берег. Я очень испугалась, что он уйдет под лед. И решила его тащить. Но сначала Марина признается, как и всем. Испугалась и убежала. Но быстро совладала с эмоциями и вернулась. Протянула Славе руку, тащила, а лед все трескался. Не любит Марина вспоминать про тот случай. Слезы наворачиваются. Дочь у меня такая, она не оставит беде, наверное, никого. Она такая всем чувствительная. Всем хочется ей добро делать. А четко бесстрашные девочки узнали в районной администрации, а потом в республике и в стране. Школьница вошла в список лауреатов премии «Горячее сердце». В середине февраля Марина с мамой впервые отправятся в Москву. Там девочки и вручат награду. Несомненно, достойный подарок. Но для Марины дороже слова благодарности мамы, спасенного ею мальчика. Дорогой подарок я ей подарить не смогла. Но от чистого сердца я словами поблагодарила. И шоколадку мы вместе со Славиком подарили. Светлана Добрякова, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». И у меня на этом все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова